Думаю, не ошибусь, если скажу, что за редким исключением мы не любим наших соседей, потому что они постоянно вторгаются в наше личное пространство. Причем, когда я говорю «вторгаются в ваше личное пространство», это не только занимают ваше место на парковке и заваливают общий тамбур своим барахлом, но и, например, шумят, создавая тем самым вам дискомфорт и неудобства. Шум перфоратора за стенкой лай, собаки в соседней квартире, критик детей и громкая музыка – это все вторжение в ваше личное пространство. А не нравится нам, что без спроса вторгаются в наше личное пространство, потому что тем самым над нами как бы доминируют. Тот, кто доминирует, всегда навязывает свои условия окружающим. Когда вы живете под одной крышей с женщиной, то вы с ней так или иначе с соседей. А теперь давайте посмотрим, кто из вас имеет в квартире или в доме больше личного пространства. Я уверен, что любой, кто когда-нибудь жил с женщиной, знает, что одежды и обуви у нее гораздо больше, чем у мужчины. Ну, потому что она же девочка, ей хочется наряжаться. Вся ваша с ней общая ванная, как правило, забита ее баночками. Потому что, ну, ей же нужно ухаживать за собой, чтобы быть красивой. А красивой ей хочется быть, конечно, для вас. Ну, а для кого же еще? У женщины, которая живет с вами, в вашем общем с ней доме, гораздо больше личного пространства, чем у вас. Причем ее границы личного пространства вы никогда не нарушаете. Мне сложно себе представить, чтобы мужчина рылся в женской косметичке или в ящике с ее нижним бельем. А вот женщина границы вашего личного пространства постоянно нарушает под разными предлогами, начиная от уборки и заканчивая ревностью. Кто-то может мне сказать, ну, а что здесь такого? А вы понимаете, что нарушая границы вашего личного пространства, она тем самым над вами доминирует? Я думаю, вы не хуже меня знаете, что у колблука дома вообще нет личного пространства, потому что рабу личное пространство иметь не положено. Иметь личное пространство – это привилегия хозяина. И если мужчина в своем собственном доме не хочет оказаться на положении раба, то ему обязательно нужно иметь свое личное пространство. Причем не то личное пространство, которое ему разрешила иметь женщина, а то, которое он сам определил. Если границы его личного пространства пересекаются с границами личного пространства женщины, то значит женщина свои границы должна подвинуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова